Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй нас. Это вторая часть разбора интервью с Чаплиным, Всеволодом. Вопрос. Это все, за что сейчас ратует Христос, сидя на облаках? Закрыть путь в МВФ, вы считаете, и запретить пидорасов? Ответ. Государство, устроенное на ростовщичестве, это неправильно государству. Так вот, если господа из права сектора и господа из Донбасса вместе сделают так, Я первый скажу, Украина обогнала Россию на правильном пути. Но поверьте мне, как только подобного рода идеи будут предложены в Раде, то дума в Украине, западные посольства тут же скажут, нет, этого не надо. Вопрос. Вы же умный человек, со мной не надо разговаривать, как отец Дмитрий Смирнов. Протеерей Дмитрий Смирнов, представитель отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями Протеерей. Как отец Дмитрий Смирнов беседует с подольским ментом. Подольским ментом. Объясните же, нормально, чем Христа так мучает МВФ и однополые браки? А что такое МВФ? Международный валютный фонд. Ответ. Почитайте Нагорную проповедь. Вопрос. Ничего там нет ни про МВФ, ни про однополые браки. Ответ. Есть. Вопрос. Ничего. Ответ. Есть только про любовь, про милосердие, про самопожертвование. Ответ. Есть про требования абсолютной нравственной чистоты. Вопрос. То есть, педики это не нравственная чистота, а попы на мерседесах и в цацках это нравственная чистота. Ответ. Там очень ясно говорится о том, что даже мысленное нравственное преступление, это... Вопрос. Я вам и говорю, что там сказано где-то про мысленные преступления голубых, оккупировавших кабинет МВФ. Ответ. О том, что голубые не наследуют царство Божье. Вопрос. Не сказано на Нагорной проповеди ничего. Ответ. Нет. Но сказано еще более жестко. Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и бросит тебя. Вопрос. Да там вообще он к натуралам обращается. Всякий говорит, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Ответ. То же самое. Это касается в принципе любого блуда. Не только гомосексуализма или каких-то еще новых форм общественной жизни. Общественная жизнь. Гомосексуализм или другое? Вопрос. Ладно. Чем тогда гомосексуализм хуже того, что Господь действительно запрещал воровства, алчности, фарисейства, вранья? Ответ. Это все плохо, конечно. Это все плохо. Вопрос. Но на это вы готовы закрыть глаза? Ответ. Кстати, есть целые глобальные системы, которые построены на воровстве и несправедливости. Вопрос. Российскую Федерацию вы имеете ввиду? Ответ. Наша приватизация ведь была несправедливой. Об этом, собственно, Патриарх говорил, будучи еще митрополитом. И значит, очень многое построено на неправде. С этой неправдой не нужно соглашаться. Не нужно слишком хвалить людей, которые к этой неправде причастны. Абсолютно всех наших бизнесменов. Вопрос. То есть, к ним есть вопрос у Христа все-таки? Ответ. С ними нужно держать дистанцию. Их нужно уметь критиковать. Вопрос. Если бы так получилось, и вы оказались бы сейчас на месте Патриарха Кирилла, что бы вы сделали? Ответ. Во-первых, перестал бы слишком часто принимать чиновников и разговаривать с ними по телефону. Так же, как и с предпринимателями. Бог с ними, с деньгами. Бог с ними, с разными преференциями. Правда, важнее. Раскритиковал бы, называя имена, тех, кто себя ведет неправедно. В том числе, в области коррупции. Вот какой он смелый. Вот он сидит. О врагах. Вопрос. Вот кого, например, вот у вас день в сане Патриарха. Рождественская проповедь у вас. Ответ. Очень многих людей из числа губернаторов, из деятелей московских, городских. Есть люди, с которыми нельзя садиться за один стол. Есть люди, с которыми нужно спорить. Вот тема абортов очень значимая. Конечно, надо критиковать госпожу Матвиенко, госпожу Голодец, госпожу Скворцову за их позицию по абортам. Мы сделали очень мягкое предложение о том, чтобы аборты были выведены из системы ОМС. Не запрещены, нет. Это просто предложение людям оплачивать самим собственный грех. И не заставлять людей, которые с этим грехом не согласны, оплачивать этот грех за счет своего труда. Вот эти дамы стали сначала достаточно жестко высказываться против этого предложения. А потом несколько смягчились, потому что православная общественность стала их открыто критиковать. А сейчас этот вопрос заматывается. Надо сказать, дамы неправы. Дамы, вы неправы. А, дамы, вы неправы. Как считаешь, то я совсем не знаю. Ну, дамы. Вопрос. Значит, патриарх наехал на Матвиенко, Голодец, Скворцову. Патриарх указал Чемезову, что Чемезов немножко ворует. А самому патриарху как-то надо по-другому жить. Вот вы ругаете, на патриарха очень много тратится денег. Патриарх не должен пересесть, например, с полмен на ваш Ситроен С5. Ответ. Видите, у патриарха есть определенные представительские функции. Я не отказываюсь от этой своей позиции. Он должен принять главу государства, главу другой религиозной общины какой-то, папу римского в частности. Он должен иметь возможность провести совещание при достойных условиях. Так что резиденции, конечно же, нужны. У Павла какая резиденция? Тюрьма. Приходят посланы к филиппинцам и везде. Какая резиденция-то? Вопрос. Оставляем пару дворцов. Ответ. Но личный быт, конечно, должен быть скромным. Он, я думаю, должен быть публичным. Вопрос. Что вы имеете в виду? Ответ. А когда об этом попросил сказать Невзоров, Александр Глебович, ой, как закипели вокруг. Вам какое дело до его апартаментов? А вот теперь опять вопрос. Ответ. В каждой из таких резиденций нужно, условно говоря, иметь возможность провести экскурсию. Вопрос. Вам не кажется, что патриарх сейчас просто копирует модель поведения Путина? Вопросы вообще замечательные. Ответ. Если бы Путин на себя замкнул столько решений, он бы давно уже, к вашей радости, ушел в отставку или покинул бы страну в ужасе. Когда мы говорим о патриархе, речь идет о детальном анализе каждого кадрового назначения на низовом уровне в Москве. О попытке лично знать каждого человека, который работает в церковных учреждениях, и лично давать ему оценку. О детальном анализе отчетов всех епархий и всех приходов. О рецензировании книг. О долгих дискуссиях относительно каждого публичного высказывания. Об огромном объеме документации. Его святейшество жалуется и правильно жалуется на то, что ему возят огромные чемоданы документов. Но то, что возят, это неправильно. Большинство из тех решений, которые он принимает сам, должно быть передано на другой уровень. Я вообще не считаю, что патриарх должен заниматься администрированием в принципе. Скорее он должен в обмен на пожизненность и несменяемость быть не администратором, а арбитром в административных спорах, в богословских вопросах и вопросах церковно-государственных отношений. Он не должен анализировать законопроекты, он не должен копаться в кадровых делах, он не должен заниматься оцениванием публичных выступлений, прочтением проектов, учебников и так далее. Вопрос. Вы сказали, что дни нынешнего патриарха на троне сочтены. Вы правда в это верите? Ответ. Да. Вопрос. А ваше? У вас какое будущее? Ответ. На свое будущее мне не плевать. Буду стараться делать и говорить то, что считаю нужным. Ух ты, разговаривался какой. Раздухаривался, как говорят. Вопрос. Вы столько наговорили уже, что вот так за будущее это как-то страшновато. Ответ. Это да. Как-то буду влиять на будущее церкви и страны. Оттуда или отсюда. И снутри или извне. Это мне уже все равно. Какие-то формальные статусы мне уже мало добавляют каких-то плюсов, так и минусов. Вопрос. А будущее церкви? Ответ. Будущее церкви будет непростым. А административная система, система квазипапизма, больше работать точно не будет. Вопрос. Что такое система квазипапизма? Ответ. Папская система. Один человек, которому принадлежит единственное право принятия решений и которому восходят все решения. Когда звонят монахи, не предлагают по своей прихоти переписать серьезный документ, считая, что он написан безграмотно. При этом спорят с человеком, который составлял практически все документы по общественно значимым темам с периода раннего патриарха Алексия. Это, конечно, уже, что называется, приехали. То есть ему говорят это дело, он понимает, кого вы учите-то. Ну и правильно. Вопрос. Это какие-то ваши личные обиды на баб этих? Ответ. Это когда какой-нибудь мелкий клерк из Ватикана именем Папы начинает командовать епархиями в какой-то стране. Это излишняя централизация власти. Но бог с ней, даже с этой системой. Из церкви уходят многие люди. Из монастырей, из духовенства. Вот он теперь говорит, многие уходят. А куда уходят, то не говорит. Многие уходят. Почему? Да они видят, там ничего нет. Вся эта патриархия как муляж какой. А Христа-то вообще нет. Я не говорю везде, но где-то отдельные только рычаги. На 300, на 300 моченых только один что-то знает. Уже проведенные опросы. Я показывал здесь. Из мракоязычества называется. Вопрос. Из приходов, ответ. Из церковного аппарата. Прихожан меньше не становится. Их становится больше. Я здесь прослужил немногим более 5 лет. Здесь очень серьезно увеличилось количество людей. Причем ваши любимые либералы у меня здесь тусуются все время. В церковь тусуются. Не молятся, не плачут, не благовестуют. Тусуются. Приход состоит из интеллигенции. 50% минимум. И известные либералы у меня здесь постоянно. Вопрос. Это кто? Ответ. Шилов. Коведяев, например. Ответ. Ну да. Ольшанский. Шилов Коведяев. Продолжить список негодяев. Ответ. Ну я там в ваших сорок сортах не разбираюсь. Так вот. Прихожан становится больше. Задачи стоят действительно огромные. И при этом смотрите, что происходит. Духовенство, о котором говорят, что оно очень богатое, получает в большинстве случаев нищенскую зарплату. Вопрос. А сколько получает поп, например, настоятель храма? Ответ. Зависит от места. Отчасти от настоятельно. Я здесь принципиально держу достаточно низкими зарплаты. Потому что знаю, что священник получает что-то с треп. Я не помню сколько. По-моему, 30 тысяч рублей. Может даже меньше. Но очень часто это 20-30 тысяч рублей. То есть отнюдь не самые большие деньги. Сейчас часто происходит следующее. Если человек устраивается на светскую работу, в частности учителем в школу. Если у него есть педагогическое образование. Он постепенно перетекает туда. Потому что ему там платят 70 тысяч. А в приходе 20. Очень много ушло людей из монастырей, как мужских, так и женских. Видишь, какой развал идет. Это уже точно. Вопрос. Почему? Ответ. В молодости человек приходит в монашество. Через пару лет женится и так далее. Или тяжелые отношения с начальством монастырским. Или просто невостребованность. То есть человек хочет стать монахом. А из него делают либо дешевую рабсилу. Либо безгласного и бесправного функционера. Как те бедные монашки, которые работают в этой самой личной канцелярии святейшего патриарха. У них же нет прав. Они пришли в свое время в монастырь, чтобы молиться. Очень часто из офисов и коммерческих контор. А теперь их к этой жизни вернули. А молятся они. Вот так. Смотри. Человек приходит в монашество, а через пару лет женится. Монахи женятся. Вот так. Вопрос. Там же, где им и молились бы, если бы не ушли в монастырь. Ответ. Утром и поздно вечером. Потому что вся основная жизнь – счета и акты. Вопрос. Это понятно. Вот люди уходят из церкви по разным причинам. Но многие приходят в церковь. Но многие приходят в церковь. Ответ. Очень падает уровень людей, которые поступают в семинарию. Ох. И падает уровень людей, которые приходят в церковную бюрократию. Вот я постоянно мучился с тем, что приходят люди, которые просто не в состоянии написать текст. Собственно, основная моя работа все эти годы была – это работа с текстами. Я был основным спичрайтером покойного патриарха Алексия. Я очень много основательно перелопатил текстов. В частности, основы социальной концепции. Их писали разные люди. Я этот текст отчасти писал. Но самое главное – сводил, обрабатывал. Потом приводил к одному знаменателю. Сегодня сталкиваюсь с молодыми людьми, которые в принципе не знают, что такое текст. Это полный маразм. В семинарии некоторые реально в год поступает максимум 10 человек. Вопрос – просто, может быть, расплодились семинарии, не нужные никому? Ответ – может быть. Этот вопрос действительно имел место. Вопрос – в каждой епархии по три семинарии. Ответ – несколько десятков на всю Россию. А некоторые из них определенно приходят в упадок просто потому, что нет поступающих. Это очень серьезный показатель из-за низкого социального уровня духовенства, из-за бесправия во многих местах, из-за того факта, что общий уровень духовенства снижается. Человеку интеллектуально развитому очень сложно оказывается рядом с какими-то совершенно обделенными, лишенными элементарного интеллектуального багажа людьми. Вот так. Поэтому они бросаются на мяч. Они низкого уровня, они завидуют, они ничего не могут сделать. Слово нельзя вымывать. А тут их одобряют. Он теперь раскрывается вообще в злобе, в поношении, в превозношении. Вот что-то ролики там делают. Вот оно откуда идет. Они там рабы. Он рот не раскроет. А тут в полный рост он может встать. А оказалось, что кроме униженного этого, своего состояния, то ничего не может показать. Давится злобой, выдавливает из себя что-то. Но только шикнули, его опять нет. Да какая же ты жизнь? Да зачем ты родился-то? Свобода совести. Они это понимают, что им никогда-никогда не стать свободными. Это рабы презренные. Из-за всего этого сейчас кадровый кризис будет очень серьезным. Вопрос. А вам самому не казалось никогда, что может быть лучше быть таким безграмотным, серым, спокойным священником, чем таким человеком, как вы? Вы же понимаете, что вы огромное количество людей лично от церкви отвратили. Ой-ой-ой, какие вопросы? Ответ. Дело не в этом. Кстати говоря, я считаю, что тех людей, которые пытались за христианство выдать то, что им не является, я по крайней мере заставил задуматься. Когда-нибудь они поймут, что я был прав. Если не в этой мере, то в будущем. Ну, в будущем уже поздно пойдет. Видишь, книжки наложили, савтографировались. Они не нужны им для антуража. Здесь никто их не считает, такие толстые книги. А то он вопросы задает. Тема о хлебе насущном. Вопрос. Кураев сказал на ваше вечерашнее интервью, что вы вообще в Бога не верите. Ответ. А, ну это пожалуйста. Если бы я не верил в Бога, я бы, наверное, прожил совершенно другую жизнь. Я бы и в ранней юности пошел по несколько иному пути. Кураев говорит, в алтаре с ним стоим. А то он говорит, как мне это надоело, ее православие. И все. Вот отчаплен. Матерком загнул. Вопрос. По какому? Ответ. В юности стал бы комсомольцем. А потом бы пошел либо в государственное управление, либо в бизнес. Или еще куда-то. Вопрос. Слушайте. Ну вы и пошли в сферу управления бизнеса? Ответ. Ну ладно. Ну ладно. Если бы я был циником и атеистом, я бы гораздо лучше устроился в жизни. И занимался бы чем-то еще. Вопрос. А вы плохо что ли устроились в жизни? Вы метрофорный поп в высшей степи в убелом священстве. У вас храм, отдел, всякие там секретари, шофер. Ответ. Абсолютно перегруженная жизнь. Абсолютно беспросветная от объема работы. Из-за этого, в общем, ничего на самом деле. Вот и все. Общий результат. Ничего там и нет. А люди туда бьются. Под их руководством быть. Чтобы над нами обязательно рядом епископ был. Вы видите, какие рабы. Загубленные жизни. И вот вся патриархия в этом. Они не говорят о происхождении патриархии. Что Сталин и Берию образовали. Вот где корень-то всего зарыт. И поэтому набирают таких людей. Вопрос. Как ничего? Зарплату вам платят, по телевизору показывают. Все вас знают. Ответ. А что за кайф в том, что меня кто-то знает? Даже Макдональдс не сходишь толком поесть. Вопрос. Врождественский пост, между прочим. Ответ. Сэндвич с рыбой. Не Биг Мак? Ответ. Абсолютно так. Вопрос. Филе о фиш. Был? Филе это фиш рыбы. Ответ. Да, да, да. Я даже, кажется, выкинул оттуда кусочек сыра, который там лежал. Ух ты. Вопрос. Ужас. Какое страдание? Вы выкинул кусочек сыра. Ответ. Да, мракобесие. О чем мы говорили, я уже не помню. Вопрос. О зарплате. О славе. Ответ. Да, тут, значит, я в какой-то момент отказался от половины зарплаты. Потом его святейшество снял с меня вторую половину, предложив приложить ее на приход. Я, по-моему, от нее тоже отказался. С прихода что-то мне периодически перечисляли. Но сколько, я не помню. По-моему, тысяч двадцать или тридцать. Вопрос. А на что вы живете? Ответ. Да, как-то так. Вопрос. Как бог пошлет? Ответ. А зачем мне деньги? Вопрос. Я не знаю, где вы живете? Ответ. В одной квартире с матерью и братом почти с рождения. Вопрос. В Гальянове что ли? Ответ. В Гальянове. А вы что думаете? У меня есть какая-то тайная резиденция? Вопрос. Да, конечно. Я думаю, вы живете где-нибудь здесь, при храме. Ответ. А зачем? Здесь сложно, потому что будут всю ночь заслаждать всякими вопросами, и это плохо. Вопрос. И зарплата вам не нужна, потому что вас содержит приход и отдел. Еду вам дают, машину вам дают. Ответ. Я в такие-то моменты получал даже больше заведений радио и телепрограмм, чем с прихода. То есть, если отовсюду выгонят. Вопрос. Я не говорю про личное, но понятно, то есть, вы на содержание у церкви. Вы как Путин сейчас, ему тоже деньги не нужны. Ответ. Содержания особого нет, но я же тоже хочу в магазины. Но я же тоже хожу в магазины. И так далее. Вопрос. И Макдональдс даже? Ответ. Да, да, да. Собственно, деньги нужны только на Макдональдс. Ответ. На вино. На вино. Вот вино я люблю. Певец войны, как дела богоугодного и нищеты, как национальной душеспасительной идеи. Сейчас непонятно, откуда дальше. Зря его сняли. Он, конечно, идеальное лицо РПЦ. Это о нем говорят, наверное, там закончилось. На данный момент был с открытым забралом. Многих, многих он на пути в это ловилище душ отвратил. Умница. Ловилище душ отвратил. Вообще. Ловилищем душ называется это патриархия. При этом Кураев прав совершенно. Батюшка Всеволод человек взглядов атеистических. Что и по этому интервью прекрасно заметно. Одно лихое распределение граждан по райским кущам и иным местам, чего стоит. Религиозный человек современный и чистого суеверия даже себе бы такого не позволил. Церковь, как основа государства, со святым правом залезать женщинам в матки, мужчинам в штаны, бизнесменам в карманы. Расторщическое государство нам не нужно. Не нужно государство, потому что вся расторщищество в другом месте поместилось. Вот чем они занимаются. Что они на исповеди делают? На этот счет на СНОБе сейчас стоит еще более показательное интервью. Ну, размышления Дмитрия Смирнова серьезно обсуждать можно только в вестнике клинической психиатрии. Комментарий тут. Тата Оленик, Алексей Алексенко. Ссылка. И мне, как антиклерикалу, разумеется, Гундяев и Чаплин, руляющий церковью, представляются лучшим выходом, чем дьяк Кураев какой-нибудь на патриаршем престоле. Эти просто клоуны, опасность которых для общества обуславливается лишь тем, как их наша опасность власть использует. Опасная. Как их наша опасная власть использует. Выдерни Штепцель из Кремля. И над храмом Христа Спасителя сияние безумия приугаснет. Сияние безумия? Штепцель вообще? А истинно верующий ведь на самом деле может возжелать всех спасти на свои лад. Ну вот как будто бы взял сколько на этом я его заканчиваю, Чаплин. Ну это самая маленькая толика, что он приоткрыл. Сколько там всего. И вот они пытаются еще что-то учить, попрекать. Вот просто так говорят, вы Чаплина-то вызовите, чтобы побеседовать. Пожалуйста, ну вы видите меня, я не знаю как, кто будет слушать, видеть это. Я побеседовал бы, задал вопросы какие-то. Но вопросы мои будут не похожие на эти вопросы. Я бы спросил его о рождении свыше, как он относится к молитве. То есть то, что ему нужно. А то, что здесь вот было интервью, просто приоткрыло его сторону. Действительно, атеистических взглядов человек ему неудобно, когда о нем говорят вот так, ругают. И он специально такое бросит, вернет, поругает и кипит как-то будто что-то. И кончилось с чем. Говорит, я вижу ничего и нету. Это все уходит. В вечность пойдет только то, что ты был перед Богом человеком. Человеком. А человек, это звучит гордо. Еще один человек такой говорил. Вот к этому добавлять еще уже не надо. Я думаю, о Чаплине молиться надо. Всеволод. Я сейчас, что от него узнал, сегодня пересчитал. Я на третий раз уже слушаю. За день. За день. Я уже на третий раз это прогоняю все. И все больше убеждаюсь, что патриархия это мертвая организация. Абсолютно мертвая. Прилживейшая. И вот такие они там в верхах. Когда меня спрашивают одним словом патриархии, я отвечаю, ложь. Двумя, всегдашняя ложь. А тремя словами, тотальная, всегдашняя ложь. И вот сейчас придумали, если епископа нет, вот тут рядом какого-то, все, пропал тебя, Христос не знает. То есть они понимают так, что что на земле, вот они что вытворяют, это небо фиксирует, и небо дает им право поступать вот так безумно. Обман, сплошной обман. Ну, давайте спросим. У Тимофея был рядом апостол Павел. Павел идет по всем этим. А там оставались епископы? Да. Ну и где вот это дальше, то, что сегодня градуировано, где-то можно, епископу, где-то все напишется спустя там 300-400 лет. Вот это они конструкции церковного управления, организацию будут строить. И в конце концов раздутый вот этот аппарат. О Христе вообще места нет, разговора даже нет. И они не знают. И братских отношений нет. Его к патриархам не избрали, Петерима. И там уже группа людей, он недоволен, там не выдержал. Этот вместе с ними был. Его повышали, Филарет Денисенко. Наконец не подчиняются. Его рожали в монахе. Он продолжает. Его анафиями предают. Да плевал я на вас. Ну как же, так они же вас звания давали. Ты не имеешь права их пренебрегать. Ты должен был бы прислушаться, остановиться. Нет, этого нет. И все это закончится. Писали, что он женатый. У него там жена живет, дети. Александр Иосифович Нежный писал в огоньке про Денисенко. Он женатый, говорит, патриарх. Ну я не знаю, провержения-то никакого не было или нельзя это было сделать. К этому добавлять-то ничего не надо. Для меня нового ничего здесь нет. Я понимаю, это ложь. Непрерывная везде ложь. Он говорил-то, я здесь чуть-чуть приоткрылся с закрытым забралом. Он не может быть. Даже вот все сказали, ничего тебе, Всеволодь, не будет. Расскажи, как есть. Он не расскажет. Он унесет все тайны в потусторонний мир. Он знает, ему не проститься. Церковная мафия его достанет. О Боге, о спасении. О том, как он страдает за погибшие души. Ловилище это, ловилище душ. Где они там гробили. Он даже не... Это уже другие люди, которые отзываются. Что они тут узнают? Там это матка штаны и бизнес кармана. Это постоянно здесь. Такие мерзости творятся. И из себя... Ну ладно, это так. Ну вы-то про себя знали, кто вы такие. Вот когда разговаривали, что у нас были начальства, там нападало. А приход маленько времени. А его арестовали, посадили. Там за ним целый хвост, чего-то не было. Ну ты же знал, кто ты есть-то, когда надо мной кочеврыжился-то. Ну вот сидит олигарх один. Кто у нас сидел здесь из богатых-то людей? Ну-ка. Недавно освободили. Кто он такой? На Украину поехал. Ходоровский. Так? Да. А сейчас его международный розыск. Два убийства. Интерпол, чтобы занялся, его доставили сюда. Ну он-то знал про себя. Лебедя там с ним был. Ну мы не знали. Другие. Ну ты-то знал про себя. Почему ты себя тихо не вел? Поехал на Украину. Начал против России. Говорит против Путина. Ну эти естественно начали тогда работать по нему. Подняли остальное. Его освободили немного раньше. Отсидел сколько времени. Меня всегда вот это трогает. Ну если ты знал, что ты такой. Ну так сидел бы тихо. Не рыпался, не вылазил. Вот все на сегодня. Сегодня у нас 27 декабря 2015 года. Необычная погода. Везде вода стоит. Я такое даже не помню. Уже в пятницу на этой неделе. Вот сегодня первый день недели. Уже Новый год будет. Все растаяло. Ледяной городок сделали. Там все тает, бежит. Говорит, лед-то тает. Вот куда? Сколько труда положили. Благодарю, брат Никита. Насчитал ты. Слава Христу. Все, пока. Отрывай.